Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь. Поздравляю всех с наступившим 2021 годом, поздравляю всех, желаю вам счастья, здоровья, особенно и успехов во всех ваших начинаниях в 2021 году. Мы с вами сегодня продолжаем, либо заканчиваем нашу такую вот рубрику сбора на России на Евро 2020. Сегодня у нас третий тур, матч против Дании. Интересная нас ожидает сегодня игра. Группа Б выглядит у нас на данный момент так. У нас вот две ничьи, вот, и мне кажется, если мы даже за Дании сыграем в ничью, нам это будет в плюс. Потому что пробежавшись по другим командам, мы видим, что на третью строчку, если обратить внимание, вроде как четыре, если я ничего не путаю, команды с третьей строчки, четыре лучшие команды с третьей строчки попадают тоже в плей-офф. Поэтому Турция три очка, у нас два, Македония одно очко, Шотландия одно, Швеция одно и Португалия три. То есть мы практически близки. Да, нам нельзя ни в коем случае проигрывать, но вроде как, если мы даже сыграем в ничью, то у нас будут шансы на попадание в плей-офф. Поэтому я надеюсь, что у нас это с вами сегодня получится. Так, сегодня на поле у нас, к сожалению, не выйдет Зобнин, выйдет, скорее всего, Газинский, из-за его формы, вот, как вы видите. Справа у нас, я даже не знаю, кого нам справа-то тогда выпускать. Мари Фернандес сможет? Нет, у него 74. Вот, у Ионова 76. Хоть что-то давайте Ионова тогда. Вот, ну и в нападение пусть будет Федя Чалов. Вот, он все-таки забил Финнам в прошлом матче. Поэтому, ну вот таким, даже Беляева не буду рисковать вот выпускать. Так что, как-то так. Все, мы заряжены. Сборная России против сборной Дании. Последний матч на групповом этапе. Вот, такие у нас. Мы будем играть сегодня в домашней красной форме. Поехали. Итак, Россия против сборной Дании. Что-то я так увидел стадию Олимпика. Мы, скорее всего, в Италии сейчас играем. Ну, будем, естественно, от атакующей тактики идти. Потому что нам-то терять нечего. Нам надо забить обязательно. В надежде на то, что мы можем победить. Даже если вот мы пропустим после этого. Ничего страшного. Мы все равно сможем там, при хорошем стечении обстоятельств, выйти в плей-офф. Так, спокойно. Ионов, которого вообще никто не ожидал. Правда, видите? И какой заброс! И что творит Алексей Миранчук с правой ноги? Решился он пробить. И очень не точно. Каспер Шмехель даже просто стоял и наблюдал. Мяч пошел очень не точно. Ну, вот он, игрок Аталанты. И на Ерохина. Ну, здесь этот Ерохин замечательно поборолся. И перебрасывать нужно было. Но, к сожалению, Шмехель очень грамотно здесь все рассчитал. Позицию, дистанцию до мяча. И вот на Дзюбу хорошая передача. Дзюба свеженький. Ну-ка, Артем. Артем Дзюба. Не точный, конечно, удар. Мяч потихонечку так уходит. И мы, к сожалению, вот не попадем. И мы, естественно, пропускаем, ребят. Мы пропускаем. Каспер Долберг забивает. 77-я минута. 1-0. Безофсайдная вообще передача. Крисан Эриксон ее отдает. Где вообще Джикия? Почему там был? Непонятно. Ну что же, датчане выходят вперед. У нас остается сколько там? Ну, около 10 минут, будем так говорить. Ну и все. Мы проигрываем, друзья, в третьем туре сборной Дании. И сейчас мы посмотрим, даже с двумя очками реально ли это выйти или нет. Вот. В любом случае, это интересно. Посмотрите, по ударам мы практически даже больше нанесли. Владение, естественно, за датчанами. У них просто шанс появился, они воспользовались. Дзюба неплохо, на самом деле, сыграл. Даже по воротам смог там пробить Миранчук. Нет, Зобнин, да, хорошую передачу отдавал. Финны, кстати, проиграли бельгийцам. Вот. Ну и давайте быстренько так пробежимся. Три очка у Эльса. Четыре у Крым, четыре у Чехии, Швеция, Франция. Ох, ну кажется, мы все, мы точно пролетаем. Да, мы выбыли на стадии групповой этап. И все. Нам плей-офф не покажут? Нет, сборная Хорватии победила. Сборную Англии в финале. Вот такие вот дела. Давайте быстренько пробежимся. Италия обыграла минимально Австрию. Англия обыграла, кстати, французов. Бельгийцы обыграли чехов. Немцы 4-1 все-таки обыграли испанцев. Португальцы 3-0 вынесли Датчан. Швейцария обыграла Украину 4-1. Хорватия обыграла Польшу 3-2. И Голландия обыграла Уэльс. Ну и дальше здесь Хорватия обыграла Голландию. Здесь у нас Швейцария проиграла Португалии. Там у нас немцы обыграли бельгийцев. Англичане обыграли итальянцев. Ну и там уже получается вот англичане обыграли немцев. Со счетом 3-0 вышли в финал. Ну а тут Хорваты обыграли со счетом 1-0 португальцев. Поэтому вот такие вот интересные у нас дела. Лучшим бомбардиром стал Сеферович. Даже из сборной Швейцарии. 8 мячей он забил. Лучшим бомбардиром стал Фреллер. Ну вот. Поэтому, ребят, спасибо всем большое. То, что наблюдали за сборной России на Евро 2020. Пожелаем удачи нашим парням в реальных матчах. Надеемся, что такого вот не выйдет. Но все равно матчи были интересные. Мне понравилось. Поэтому всех с наступившим 2021 годом. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. А с вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok